Буквально пару часов назад я и мой коллега по авторевью Сергей Знаемский приехали сюда, на самую северную оконечность Дании. Если мы пройдем 300 метров в том направлении, там будет берег Северного моря. А вот это местечко называется Танисхуз, такой отельчик барачного, не барачного, а барачного типа, где уже без малого 40 лет происходит уникальный и, наверное, крупнейший автомобильный тест. Сюда приезжают журналисты, члены жюри по выбору Европейского автомобиля года, а автопроизводители, в свою очередь, пригоняют сюда автомобили, те, которые официально номинируются на звание автомобиля года. В данном случае название автомобиля 2016 будущего года. Длится это примерно неделю. И почему я, собственно, решил сейчас об этом рассказать? Поскольку, как вы знаете, на рынок сейчас поступают, мягко говоря, далеко не все новые модели, а здесь есть немало, на мой взгляд, интересных автомобилей, я бы хотел вкратце пробежаться, рассказать вам об этих машинах и сразу же обратиться к вам с просьбой. Как можно скорее оставляйте комментарии к увиденному, с просьбой, может быть, подробнее рассказать о том или ином автомобиле. И мы, по мере возможности, я и Сергей, попробуем это сделать. Давайте начнем. Ну вот там за мной стоит парочка мини-клабманов. Не знаю, видите вы второй или нет, но о них мы рассказывали. Дальше красненький. Рено Каджар. Каджар, за ним новый Рено Эспас, еще один Каджар, еще один Эспас, Мерседес, GLC. Ну, о нем, в общем-то, читатели авторевью очень хорошо знают. Он уже участвовал и в сравнительных тестах. Сузуки Витара. Примерно тоже можно сказать и о ней. Мы на ней поездили немало. А вот, посмотрите, какая красненькая стайка. Мазда решила привезти сюда все свои автомобили в красном цвете. Видимо, неспроста, хотя, по-моему, синенький Мазда тоже идет. Мазда CX-3. Интересно. Мазда 2. Может быть, менее интересно для нашего рынка, но все равно любопытно. А вот на этом автомобиле, несмотря на то, что мы о нем уже рассказывали на страницах авторевью, я уж обязательно поезжу чуть попозже. Мазда MX-5. Еще одна Мазда MX-5. Еще одна двоечка. Идем дальше. На этой полянке приютились Opel. Opel Carl. Opel Carl. Ну, некое развитие темы, которая раньше нам была известна как Chevrolet Spark. И вот, собственно, тот автомобиль, поездив на котором, хотя на прототипах-то, честно говоря, я уже поездил на закамуфлированных, я вам совершенно определенно смогу сказать, действительно ли жалею о том, что GM и Opel, в частности, покинули российский рынок или нет. Opel Astra последнего поколения, пожалуй, самая интересная новинка в этом сегменте, ну, по крайней мере, в этом году. Это стайка автомобиль из Skoda Superb. Я пять или шесть лет провел с Superb первого поколения. Это был дизельный автомобиль и оставила себе самые теплые воспоминания. Новый Superb. Два седана и два универсала. Я думаю, что касается универсала, это лучший универсал, если не в мире, то в Европе почти наверняка тоже можно убедиться. И тоже мы о нем уже рассказывали во втором видео. Идем дальше. Subaru Levork. Честно говоря, проходя мимо, я пару раз назвал ее по ошибке Legacy. А это некий новый универсал, некая реинкарнация знаменитых универсалов Impreza, WRC, таких боевых. И вот еще намек недвусмысленный на боевой характер. А другой намек на то, что характер не очень-то боевой, содержится в паспортных данных. Мощность там 170 или 180 лошадиных сил. Может быть, поездим и на ней, если вам интересно. Любопытно, что за последние 5 или даже 6 лет в первый раз здесь нет ни одного чистого электромобиля. Но, правда, вот есть гибриды. Volvo XC90 в гибридной версии. И немножко обидно, потому что пару лет назад здесь даже специально установили вот этот вот агрегат, колонку. Такую заправку или зарядку для электрических автомобилей. Здесь я, кстати, впервые поездил на автомобиле Tesla и влюбился. И пока еще эта любовь не остыла. Volvo XC90. Идем дальше. Это два Volkswagen Compact Venture Touran. Тоже, может быть, поездим за мной. Мы переходим на другую сторону отеля. Там тоже есть несколько, наверное, любопытных автомобилей. Эти автомобили нам неплохо знакомы. Land Rover Discovery Sport. И вот два... Нет. Три. Три Jaguar. Jaguar XF. Jaguar XE. Что называется. Проверите глазомер и зрительную память. Какой есть какой. Об одном из них точно мы расскажем. Honda HR-V. Тоже, видимо, ее не будет на нашем рынке. А может быть и будет. Мы еще точно не знаем. Напротив два Мустанга. Один купе. Один кабриолетик. Ну, на Мустангах я уже ездил. И, по-моему, даже... Да-да-да. Делал видеосюжет на этот счет. Новый Ford S-Max. Еще один Ford S-Max. Вот Honda. Которая мне, во всяком случае, очень любопытна. Надеюсь, что и вам. Civic Type R. Наверное, последний из себе подобных. В Россию тоже не поступает. Honda Jazz. В свое время она продавалась у нас. Затем прекратили ее продавать. Но, может быть, тоже кому-то любопытно. А чем недовольна эта машина? Узнали? Нет? Это Toyota Mirai. Это водородный автомобиль. Водород здесь используется как источник электроэнергии в топливных ячейках. А фактически, если говорить о движителе, то это электромобиль. На нем мы тоже обязательно поездим. Хотя я уже знаю, что подробно об этой машине намерен рассказать Леонид Голованов. Toyota Mirai. Это BMW X1. Самый маленький кроссовер под этим брендом. А вот это самый большой седан под тем же брендом. Новая семерка BMW. Здесь есть многообещающая буковка M. Хотя сзади написано, что... А, 730D. Это трехлитровый дизель. Там еще одна семерочка стоит. Вот. Hyundai Tasson. Tasson, Tuscan. Как-то по-разному все время произносится название этого автомобиля. Но вне зависимости от того, как нужно правильно, машина очень и очень интересна для нашего рынка. Я не уверен, что мы увидели все автомобили. Точнее, уверен, что мы не увидели абсолютно все автомобили, которые были привезены сюда для этого теста в Дании. Поэтому мы чуть ниже поместим полный список автомобилей, которые здесь есть. А я, в свою очередь, обращаюсь к вам с просьбой оставлять какие-то свои комментарии, пожелания. И мы с Сергеем Знаемский, который вот сейчас ассистирует мне как оператор, постараемся по мере возможности их учесть. Так что ждем ваших откликов. И до новых и ярких. Спасибо.